Дед Мороз До сих пор, если честно, до сих пор Вы в детстве верили в Деда Морозу? Конечно Какие у него качества есть у Деда Мороза? Длинная борода Просто он добрый и все Желание, естественно, исполняет Загадывала желание у Деда Мороза? Да, как же, мы уже маленькие все были А он желание исполняет? Ну, конечно Ему можно молиться? Молиться? Ну, молиться нет, но желание, я думаю, можно просить Это такой сказочный персонаж, очень добрый, очень хороший Дети в него верят А потом же проходит период, они понимают, что у Деда Мороза ничего не существует Наверное, мне ребенок до 14 лет верил Ты в него веришь? Нет Понятно, давно не веришь? Ну, года два Сколько лет? 17 Как бы ты, допустим, сказал бы ребенку, что такое Новый год? Что такое Дед Мороз? Не знаю, я об детстве как-то его вела К тому, что существуют праздники, существует Дед Мороз Что можно загадывать желание, писать письма, подарки дарить А куда их отправлять, придумать письма? Ну, можно же обманывать ребенка, относить их будто бы на почту Ну, для меня вначале был Дед Мороз, а потом уже там Рождество Христово и все такое Это то, что когда Бог остается Богом, Дед Мороз, Дед Мороза Это что-то доброе, что заложено в каждом человеке с детства И капелька добра, тепла, чего-то хорошего Должна быть какая-то вера во что-то хорошее Потому что все ходят такие грустные, скучные А тут прям какой-то персонаж, который исполняет желание Круто Прообразом известного всем Деда Мороза или Санта Клауса Служит Николай Угодник, живший в 4 веке на юге современной Турции в городе Мира В переводе с английского Санта – Святой Клаус – Николай Николай был ярым противником учения о единстве Бога и человеческой природе Иисуса Мир ему, которое отстаивал священник Арий Он принимал активное участие в Никейском Вселенском соборе, где были окончательно утверждены догматы о Троице и обожествлении Христа В ходе спора Николай, как утверждают многие историки, даже ударил Ария по лицу Новый год на день зимнего солнцестояния назначили, скорее всего, для того, чтобы заменить праздновавшееся в это время рождение индоиранского божества Митры Культ которого на первых этапах соперничал в Римской империи по популярности с христианством Российский образ Деда Мороза вобрал в себя еще и древнеславянские языческие традиции Зимой, примерно 29 декабря, выбирали самую красивую девушку в селении После унизительных обрядов ее вывозили в лес, где привязывали к елке и вспаривали живот Внутренности развешивали по ветвям елки, обращаясь с молитвами к духам В зависимости от того, какие части тела позднее съедали лесные звери, делались предсказания на будущий год Девушку еще тогда называли Снегурочкой, елка была чем-то вроде алтаря А главный жрец, по-видимому, и являлся тем самым Дедом Морозом В советские времена добавилась также коммунистическая мифология Светский Новый год стали противопоставлять христианскому Рождеству На торжественных елках Дед Мороз воевал против буржуев, помогал пионерам, прославлял Ленина и Сталина и так далее Мы приписываем Деду Морозу качество, которое присуще Всевышнему Нет ли в этом какого-то противоречия? Как вы считаете? Ну я думаю, что нет. Да нет, думаю, нет Греха в этом, богохожица в этом нет? Греха нет совершенно, да, считай, что нет Всевышний – это Всевышний, а Дед Мороз – это Дед Мороз Их нельзя сравнивать и Бога, Деда Мороза Про Всевышнего надо, конечно, беседовать с детьми, есть для этого и воскресные школы Я ни в кого не верю, мне нормально Это одно другому не мешает Бог един, мы убежденные христиане А Дед Мороз – это праздник, это то, что земное, радостное А мы, получается, приписываем Всевышнему еще какого-то дополнительного товарища Я считаю, нашим главным законом – это 10 заповедей Вот если бы каждый человек для себя эти 10 заповедей соблюдал, его жизнь была бы гораздо легче и радостнее Вообще, Новый год, он имеет сомнительную репутацию Как ты считаешь, вообще, хорошо или плохо, что такой праздник у нас является таким вот грандиозным? Я считаю, что это нормально Но сейчас Новый год уже более как такой праздник для души Без привязи к каким-то... Вот и на традиции только уже чисто семейный, человеческий, без привязи к истории Чисто семейный праздник, который ты празднуешь всегда с семьей, с шампанским, с тазиком Оливье И смотришь дискотеку 90-х, поэтому это нормально Нет, ну естественно, если с точки религии, то я думаю, что, конечно, нельзя это все Я для себя запретов не ставлю, поэтому я думаю, можно Всемогущий, вездесущий только Господь, желание исполняет только Бог Приписывание качеств Творца другим считается богохульством и самым тяжким грехом, о котором сам Всевышний не раз упоминал в священных писаниях Вырубка елок считается расточительством с точки зрения религии Дарить подарки следует не только по праздникам, а в любое удобное время Собираться с близкими рекомендуется как можно чаще, и для этого не обязательно иметь определенный повод Многие христианские богословы осуждают современное празднование Нового года как культ Деда Мороза или Санта Клауса Новый год с 31 декабря на 1 января не является не только мусульманским, но и христианским и иудейским праздником Некоторые родители ошибочно утверждают, что пусть ребенок верит сегодня в Деда Мороза, а завтра он вырастет и поймет Вот как раз таки на подсознательном уровне формируется мышление, понимание и мировоззрение человека в раннем возрасте У человека есть альтернатива дать более могущественный, более позитивный, более сильный персонаж То есть это то, что мы подразумеваем, когда мы говорим о вере в Бога Это та вера, которая будет жить в душе и в сердце каждого ребенка, и она никогда не отломится от него Обращение детей к Деду Морозу или же взрослых к Деду Морозу с просьбой наделить их какими-либо подарками или еще чем-либо приравнивается в исламе к ширку Ширк — это предавание сотоварища Всевышнему Аллаху, Единому Творцу, именно тот, кто наделяет нас благами Естественно говоря, о Деде Морозе мы понимаем, что подрастающий ребенок, он понимает, что тот мир, в который он верил, когда-то ему насаждался, его не существует И стоит ли ставить под угрозу доверительное отношение между родителями и ребенком, когда речь идет о дальнейшем воспитании этого ребенка Потому что ребенок может усомниться не только в одном персонаже, а под угрозу могут попасть все предыдущие наставления, убеждения, которые были внушены ребенку со стороны родителя Правильное воспитание — это когда ребенок и родитель находятся в доверительных отношениях И родитель ни в коем случае, ни ради какого-либо присутствия позитива в жизни ребенка не будет ему лгать, а будет с ним откровением, искренним, с самого рождения до самой взрослой жизни Дорогие родители, дарите детям истину о Всевышнем, который принимает молитвы и исполняет желания Кстати, не только зимой Миром, дорогие мои, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok